С вами Николай Пивненко в проекте Дата. Сегодня 30 октября. День основания Российского военно-морского флота. Именно в этот день, 1696 году, по настоянию Петра I, Боярская дума принимает решение о создании регулярного военно-морского флота страны. Сразу было решено заняться строительством 52 кораблей и спустить их на воду в Воронеже уже до начала апреля 1698. Дело затевалось нешуточное. В России развернулось военное кораблестроение. Помимо Воронежа верфи строят в Ступени, Чижовке, Брянске, Павловске, Петербурге, Наладоге и Вархангельске. Создаются Азовский и Балтийский флоты, позже Тихоокеанский, Черноморский, Северный флот и Каспийская флотилия. За 30 лет построено 111 линкоров и 38 фрегатов, 6 десятков бригантин и еще больше крупных галер, скамповей и бомбардирских кораблей, шмаков и брандеров, более 300 транспортных судов и огромное количество мелких лодок. И, что особенно важно, по своим военным и мореходным качествам русские корабли совсем не уступали судам великих морских держав вроде Франции или Англии того времени. Сегодня день памяти жертв политических репрессий в России. В Москве, в сквере у Политехнического музея, был открыт скорбный памятник миллионам жертв политических репрессий – гранитный валун Соловецких островов. Камень доставили сюда, на Лубянскую площадь, как символ победы над тоталитарным режимом и знак нарождающейся демократии. Эта дата была избрана в связи с тем, что 30 октября 1974 года прошлого века политзаключенные мордовских лагерей объявили голодовку в знак протеста против политических репрессий в СССР и против бесчеловечного обращения с заключенными в тюрьмах и лагерях. С 91 года 30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. Также сегодня день инженера-механика в стране – праздник работников инженерно-технических специальностей различных отраслей промышленности. Дата приурочена к образованию на российском флоте в 1854 году корпуса инженеров-механиков. Сегодня, 30 октября, отмечается День тренера. В 1999 году представители Федерации спортивной и художественной гимнастики предложили праздновать День тренера именно 30 октября. Официально праздник не утвержден, но тренеры и их воспитанники иногда отмечают эту дату в самых разных странах СНГ. Тренер, учитель, физкультуры и фитнес-инструктор – всех их можно будет также поздравить и летом. День физкультурника отмечается в стране с 1939 года во вторую субботу августа. У родившихся 1908 год в этот мир приходит Дмитрий Устинов – государственный и военный деятель, маршал Советского Союза, герой Советского Союза и дважды герой социалистического труда. 1941 по 1953 годы нарком вооружения, затем министр оборонной промышленности страны. Руководил созданием ракетно-космического комплекса, затем работал министром обороны СССР. 1937 год. Рождается Клод Лелуш, французский кинорежиссер, сценарист, оператор, актер и продюсер. Дебютная его режиссерская работа в полнометражном кино «Человеческая сущность» особого успеха не имела. Клод Лелуш, запомните это имя сейчас, больше вы о нем не услышите. Так острили критики, но вскоре его фильм «Мужчина и женщина» получает сразу два Оскара, гран-при в Канне и мировую известность. «Мужчина – тот, кто идет до конца», – замечает он, а женщина – то же самое, только плачет больше. «Жизнь самого Лелуша», – говорили о нем, – это тоже фильм, который смотришь со слезами на глазах и теплой улыбкой. В 1960 году рождается аргентинский футболист, игравший на позициях атакующего полузащитника и нападающего Диего Марадонна. Выступал за клубы Архентинос Хуньорс, Бока Хуньорс, Барселона, Наполе, Севилья и Ньюэллс Олдбойс. Провел 91 матч и забил 34 мяча в составе сборной Аргентины. Чемпион мира 1986 года. Ну а теперь о некоторых событиях. 1653 год. Указ царя Алексея Михайловича постановил освободить от смертной казни всех разбойников и воров, которые приговорены к ней по узаконениям, издававшимся со времен царя Ивана Грозного. По судебнику 1550 года и дополнительным к нему указом. И по уложению 1649 года. Всем преступникам, ожидающим экзекуции, велено живот дать. Смертную казнь заменили наказанием кнутом, отсечением пальца от левой руки и ссылкой в Сибирь или в Поволжье и крайние города. Смертная казнь оставлялась в данном случае в силе только для рецидивистов. Однако уже в 1659 году выходит указ, которым восстанавливается повешение для разбойников, захватываемых в понизовых городах. А в 1663 выходит указ, который гласил, что разбойникам и ворам, которые доведутся смертной казни, положено отсекать обе ноги и левые руки. Это гораздо мучительнее, чем повешение. Для устрашения отрубленные члены нужно было прибивать к придорожным деревьям. Вот время-то было. 1894 год. Американец из Рочестера Дэниел Купер запатентовал устройство для контроля рабочего времени. Специальные часы, в которые вставляется карточка, на которой отмечается фактически отработанное время. В ней семь строчек для дней недели, а также графа «пришел-ушел». Изобретение до сих пор используется в первозданном виде в некоторых учреждениях США. И мне кажется, что некоторые этого изобретателя вспоминают недобрым словом. 1905 год. Последний российский император Николай II под давлением сложившейся революционной ситуации выпускает манифест об усовершенствовании государственного порядка. Были провозглашены гражданские свободы, свободу слова и неприкосновенность личности, а также свобода собраний, союзов и положения о созыве Государственной Думы. По примеру западных стран, Дума должна была участвовать в законодательном процессе. Первое ее заседание состоялось только в 1906 году, а просуществовал российский парламент до Октябрьского переворота. В 1938 год США охватила паника, порожденная радиоинсценировкой романа Герберта Уэллса «Война миров». В нем, написанном еще в 1897 году, речь шла о высадке на земле десанта марсиан, которые с помощью мощного оружия пытались завоевать нашу планету. Радиоспектакль режиссера Орсона Уэллса был выдержан в предельно реалистической манере и по форме не отличался от обычного репортажа. Тысячи людей, не читавших программу передач или же слушавших спектакль не с самого начала, принимают все за чистую монету. Они готовятся к эвакуации, молятся о спасении, разыскивают родных и друзей. В полицию непрерывно идут звонки с призывами о помощи. Через какое-то время все разъяснилось, а Федеральная комиссия США по связи поставила вопрос о радиоцензуре. Уэллс принесет свои личные извинения гражданам, одновременно выразив удивление, что столько народу стало принимать инсценировку за правду. Но еще одно событие. 1979 год. Заканчиваются съемки первого советского фильма «Катастрофы. Экипаж». Идея картины приходит к режиссеру Александру Митте в 1976 году под впечатлением голливудских постановок «Приключения Посейдона. Ад в поднебесе и челюсти». Ничего подобного в Советском Союзе тогда, естественно, не снималось, ведь у нас всегда все хорошо. В качестве сценаристов Митта пригласил двух зубров отечественной кинодраматургии Юлия Дунского и Валерия Фрида, с которыми до этого сотрудничал на картинах «Гори, гори, моя звезда» и сказ про то, как царь Петр Ара поженил. 15 июня 1976 года с авторами была оформлена заявка на сценарий под названием «Запас прочности». Но когда через полтора года Митта пришел с готовым сценарием к министру гражданской авиации Борису Бугаеву, тот чуть ли не с порога заявил «Никакого фильма катастрофы не будет». Вы разве не знаете, что наша гражданская авиация работает без происшествий? Но едва Митта сообщил, что речь в фильме будет идти не о катастрофе у нас, а о землетрясении у них, сердце министра оттаяло. Тогда валяй, снимай. В главных ролях Георгий Жонов, Леонид Филатова, Александр Яковлева, Анатолий Васильев. Экипаж вышел в широкий прокат в июле 1980 года. Несмотря на то, что широкой рекламы не было, уже на второй день билетов было не достать. А у КАЗ кинотеатров выстраивались очереди. Успех ошеломительный. Фильм «Лидер проката» 1980-го. Его посмотрели 71 миллион сто тысяч зрителей. Он и сейчас, по прошествии двух с половиной десятилетий, смотрится не хуже, чем тогда. И почти не устарел ни по драматургии, ни по трюкам, которые вряд ли потянут даже сегодняшнее российское кино. С вами был Николай Певненко в проекте «Дата». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова